Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Евангелия от Марка по тексту Островской Библии 1581 года. И сегодня мы будем изучать вторую главу этого Евангелия. «В ниди паки» — «паки» — это значит «опять», «аби» — это «тот час», а «паки» — это «опять». «В ниди паки в Капернаум под них и слышано бысть, яка в дому есть». «И обе», то есть «тот час», «собрашися мнози, яка же к тому не вмещайтесь ни при дверях и глаголыше им слово». То есть собралось столько людей, что уже нельзя было войти в это помещение. «И придошу к нему, носящая расслабленно жилами, носимо четырьми, и немогущим приближитесь». То есть пришли четыре человека, которые несли на постели своего расслабленного друга, который был расслаблен жилами. «И немогущим приближитесь к нему народа ради», то есть из-за толпы народа ради, «от крыши покров, то есть разобравши крышу, крыши были плоские, и дежебе, то есть где все находились, и прокопавши, то есть разобрав все, что там было на крыше, свесиша одар, то есть на постели спустили этого больного, свесиша одар на нем», то есть на этом одре, «же расслабленный лежащий, видев же Иисус веру их, глагола расслабленному чаду, отпущаютеся креси твои». Похоже, что Господь не видит веру в самом этом расслабленном, но он видит веру и усердие в его друзьях. Поэтому здесь не сказано, что Христос увидел веру его, этого расслабленного, но здесь сказано, видев же Иисус веру их, то есть самих вот этих друзей, дай Бог нам иметь таких друзей, которые приносили бы нас на руках воздетых в молитве Господу пред престолом славы Божией, ходатайствуя и заступаясь за нас. «И Христос говорит, отпущаютеся греси твои, бех уже нется и от книжник». То есть здесь были книжники. «Ту сидящие и помышляющие в сердцах своих», то есть они в сердцах своих думали, что Сейтако глаголит «хулы». Кто может оставлять грехы? Токма – един Бог. Они это говорили, точнее не говорили, помышляли в своих сердцах. Но Иисус Христос, будучи Богом, видит их сердца, их сердечное помышление. В Библии прямо сказано, что о том ежебе в человеке никто не вест, кроме самого человека и Духа Божия. Если бы Христос не был бы Богом, Он не проник бы в их сердечное намерение и не рассмотрел бы их. Но Он это делает. И мы читаем, «И обе разумев Иисус Духом Своим», то есть Духом Божьим, как Бог, «яко тако тии помышляют в себе, речеем, что сия помышляете в сердцах ваших, что есть удобие, реши расслабленному, отпущаютися грехи, то есть что легче сказать, расслабленному, отпускаются тебе грехи, или реши восстани и возьми одыр твой и ходи, но да, увести», то есть узнайте, «яко власть им и сын человеческий на земли, отпущати грехи». Глагола расслабленному. «Тебе, глаголю, встань и возьми одыр твой, и иди в дом твой». Он действует силой собственного ипостасного божества. «Иди в дом твой, и восстав абие, и взем одыр», то есть тот час исцеляется этот человек. «Изыди пред всеми, яко дивитесь всем, и славите Бога, глаголющим, яко никулиже тако видихо». То есть все люди говорят, «Нет, мы никогда такого не видели». Христос именно абие, то есть тот час, исцеляет его. Это слово «абие» в тот час встречается несколько раз в Евангелии. «Абие, расслабленный вста, взя постель, иди в дом свой. Абие, имевший сухую руку, прострей ее. Абие, слепый прозре, абие, то есть избавление от Бога, тот час. Абие». Но если мы ищем избавление от своих проблем не в Боге, а в чем-то еще, это будут бесконечные проблемы. А если мы ищем настоящего разрешения проблем, то это может произойти абие, если мы ищем разрешение этих проблем в Боге. И далее мы читаем. «И изыди паки, то есть вновь к морю, и весь народ, идяши к нему, и учаше их, и мимо гряды, види левию Алфеова, сидящая на мытнице». То есть Христос идет и видит Левия Матфея. Матфея Левием, то есть левитом, священником, называют другие евангелисты, но не он, Матфей сам. Он себя называет мытарем. И Христос видит, как этот человек мытарь сидит на мытнице, сидящий на мытнице, и глагола ему. Христос говорит, этому меняли. «По мне гряди, и его став, вслед его идя, Матфей покидает свою мытницу, он бросает свои деньги, они ему больше не нужны. Слышим ли мы этот призыв «По мне гряди?» Этот призыв, действия призывающей благодати Духа Святаго от Христа касается наших сердец «По мне гряди?» И вот этот Матфей нашел в себе силу, он в тот час аби и оставляет все и иди за Иисусом. И далее мы читаем «И бысть возлежащую ему в дому его и мнозе мытари и грешницы возлежаху с Иисусом и сочинники его беху бо мнозе и по нем и дошу». То есть Матфей не просто идет за Иисусом, аби тот час, он в своем доме собирает всех своих друзей, таких же мытарей, чтобы Иисус пообщался бы с ними. Может быть, они тоже будут способны оставить свои мытницы и откликнуться на призыв Христа по мне. Городи! И мы прочитали «И соученики его беху бомнози и по нем и доша» теперь уже не только Матфей, но и другие откликаются на призыв Христа «По мне гряди!» «И книжники и фарисеи видевшие его ядущие осмытали и грешники» книжники и фарисеи это извечные противники Христа и они очень брезгливо относились к грешникам, к мытарям. Мытари вообще считались коллаборационистами, они собирали подвыти в том числе и на римских оккупантов. И когда мытари и фарисеи увидели, что Иисус ест смытарями и грешниками глаголаху учеником его, они говорят ученикам Иисуса, «Что яко смытари и грешники яст и пиет?» И мы тоже часто слышим вот эти упреки, «Что яко смытари и грешники яст и пиет?» тот или иной человек и слышав Иисус глаголы «Им не требуют здравия врача, но болящие не придох призвати праведники, но грешники на покаяние». Вот эти слова Христа подчеркивают характер его миссии. Он и пришел к таким грешникам, как мытари. И в послании апостола Павла к римлянам, апостол Павел прямо пишет, что Христос умре за нечестивых, едва ли кто умре за праведника. А зачем умирать за праведника? Христос и пришел в этот мир спасать нечестивых. И если кто-то не считает себя нечестивым, пусть знает, Христос за него не умирал. Христианство начинается с осознания своей собственной греховности. «И беху ученицы Иоаннови и фарисести постяшися» Ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постились «И придоша и глаголуша ему» То есть они приходят и говорят Христу «Почто ученицы Иоаннови и фарисести постяться, а твои ученицы не постятся и речеем Иисус Едомогут сыновьи брачни Донде же жених с ними есть поститеся Если Христос с ними они на мессианском пире Какой пост? Но так будет не всегда И далее говорится «ЕЛИКО ВРЕМЯ СОБОИ ИМУД ЖЕНИХА» То есть пока они на мессианском пире не могут поститься «ПРИИДУТ ЖЕ ДНИЕ» То есть наступят дни «ЕГДА КОГДА ОТЫМЕТСЯ ОТНИХ ЖЕНИХ И ТОГДА ПОСТЯТСЯ В ТЫИ ДНИ» То есть после вознесения Христа на небо конечно же они будут соблюдать установленные посты установлены еще боговицы Моисеем «И никто же приложение плата небелена пришивает кризи веце аши ли жени возьмет конец его новая от ветхого и горши дыра будет» То есть никто не пришивает за плату к ветхой одежде потому что если это порвется эта дыра будет еще больше Вот этими словами Христос обличает книжников фарисеев которые не способны принять это новое учение А ведь о новом завете говорили ветхозаветные пророки что будет новый завет с Богом не такой какой был на Синае но они не способны поменять себя И никто же вливает вина нового в ветхи аши ли жени а если кто вливает просадит вино новое мехи то есть это вино прорвет ветхие мехи и вино пролиется и меси погибнут но вино нового в мехи новые влиятия то есть ветхозаветная церковь оказалась не способной принять это новое учение и тогда Бог призовет новых людей некогда не народ а ныне народ как будут писать апостолы об обращенных язычников некогда не помилованы а ныне помилованы и бысть мимо ходите ему в субботы сквозь сения и начаша ученицы его путь творите то есть они идут через поле и ученики начинают путь творите то есть когда они идут воз терзающе классы то есть они вытирают колоски и едят их а для того чтобы съесть это зерно надо вырвать колосок растереть руками сдунуть шелуху и есть а это было в субботы как мы прочитали и фарисеи глаголуха ему вишь что творят в субботы еже не достоят они ставят это на вид Христу эти действия учеников и той глагола шеи Христос отвечает им нестили николи жичли вы что никогда не читали говорит он им что сотвори Давид помяни Господи царя Давида и шикрутости его Христос говорит разве вы никогда не читали что сделал Давид егда требования имея и в залка сам и иже с ним как в ниде в дом Божий при авиафарии архиереи и хлебе предложение снест их же недостоящие ясти токма эреум Христос приводит пример Давида когда он залкал его люди и они ели хлебы которые никто не имел права есть кроме эреум то есть священников и даст и сущим с ним то есть Давид сам ел и дал людям которые с ним и Христос приведя этот пример далее говорит и глагол что им суббота человека ради бысть а не человек субботы ради тем же Господь есть Сын человеческий и субботи здесь он разглашает истину что заповеди даны для жизни а не для смерти и праздники установлены для человека а не человек создан для того чтобы отмечать эти праздники закон дан для жизни а сам Христос этот этот Сын человеческий он же и господин субботы как сын Божий он и есть тот как пишут отцы церкви который и установил празднование субботы и как господин субботы он может приостанавливать ее действия и в других текстах мы видим рассуждение Христа о том что когда священники в субботы трудятся они не нарушители но исполнители ибо все что делается во имя Господа освящено его святым именем спасти Господь